Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Мы сегодня поговорим опять о седиратах. Но в том ракурсе, что многие как бы высевают горчицу, высевают рожь, и очень довольны этими седиратами. Но есть седираты более мощные, которые не оставляют по себе ни болезней, ни вредителей. Ну, эти седираты как бы стали седиратами они сравнительно недавно, потому что до недавней поры это растение используют как медоносное. И многие пчеловоды об этом прекрасно знали и высевали кусочками его вводят в своих пасек. Почему так произошло? Потому что фацелия, а именно так о ней пойдет речь, это очень медоносное растение. Наши пчеловоды посчитали, что один гектар чистого пассива у фацелии дает 250 килограмм меда. Но на опытных участках получали и тонну, и две тонны с одного гектара. Очень хорошая, ну, такая продуктивность хорошая и хороший как бы медосбор. Ну, что, ну, как бы о фацелии мы поэтому уже узнаем, что она медоносное растение, но мы, конечно, не знаем, кто она, откуда она, как она попала на наши участки. Но история фацелии довольно, конечно, интересна, потому что это растение растет на западе Америки Северной, также растет в Перу, растет в Чили. В субтропическом поясе встречаются 230 видов этого растения. Это и однолетние травы, это и многолетние травы. Вот, ну, они относятся к семейству водолищниковых, и поэтому, как бы, это растение, чем оно интересно, как седират будет для наших участков, что она не имеет общих болезней и вредителей с овощными культурами. То есть никакие овощные культуры и близко в этих семействах нету, и в соседних также. Поэтому эта культура, чем будет хороша для почвы, что она улучшает структуру почвы, вот, она будет насыщаться органикой, и в то же время болезни и вредители не будут присутствовать после этой культуры. То есть его смело можно использовать, не боясь, под любую-любую овощную культуру, высевать после фацелии. Ну, из многочисленного числа видов, которые, как бы, уже известны, они описаны в науке, ну, в практике прижился почему-то один однолетний вид, который называется фацелия рабино-листная. Ну, название говорит само за собой, что у нее рассеченные, как у рабины, листья. Ну, растение очень интересное, вырастает высотой где-то 50-70 сантиметров, при благоприятных условиях фацелия вырастает один метр высотой, и, соответственно, она покрыта седыми волосками. Она густо, ну, опушина эти волосками, что она кажется такая седоватой. На самом деле эти волоски просто отражаются и продают такую седину этому растению. Ну, цветет она, конечно, соцветия, такие маленькие, как бы, колокольчики, собраны в ботанике то, что называется завиток, раскручены, как улитка, такое соцветие. И в этом соцветии она цветет, и, конечно, она привлекает и пчел, привлекает и шмелей. Ну, единственное, что надо помнить о фацелии, что, значит, она зацветает где-то через два месяца после посева. Но, как вы знаете, любые ассидераты в максимальной своей, как бы, продуктивности и максимальное количество веществ имеют период бутонизации и начала цветения. Поэтому эту культуру надо высеять так, чтобы получить хорошую массу, чтобы она успела зацветить. Поэтому посевы у фацелии, как бы, делаются не позже конца августа месяца. До середины октябра она успевает зацветить и дать хорошую массу. Посевы более поздние, уже в сентябре месяце, это не совсем правильно, потому что фацелия ваша взойдет, перозимовать она не перозимует, она вымирнет, эффекта не будет никакого. Если мы с вами фацелию в августе месяце, для того, чтобы скорость ее развития, и, соответственно, она быстрее развивалась, значит, ее придется подкормить. Ну, подкормим чем? Растим овощи, процветок. Растим овощи, процветок, мы поливаем наши посевы у фацелии, пускай не все, пускай выборочно, полосками, пролили. Она будет ускорять свое развитие, ну и как бы вот это ускорение развития в каких-то соседних родах благоприятно действует на остальные растения. Они тоже начинают подтягиваться и расти гораздо активнее. А что, заметьте, какие чудеса бывают в природе. Поэтому на следующий год, ясной, если вы что-то хотите посевать седираты, для того, чтобы кардинально улучшить почву, обратите внимание на фацелию. Тем более, что семена ее не крупные, расход семян очень маленький, 200 грамм на одну сотку. 200 грамм на одну сотку густенько высеваем фацелию, они мелкие, поэтому их можно заделать просто граблями. Граблями програбили, заделали, она прекрасно взойдет, будет подавлять сорняки и, соответственно, даст хорошую массу. Ну, заделка фацелию почву не представляет, конечно, трудностей. Единственное, что ее придется скочить, потому что масса очень большая, и если ее просто не скочить и чуть-чуть не порубать лопатой, у нас просто не хватит щеленок для того, чтобы заделать ее почву. Большую массу, если 70 сантиметров, сам представьте, что вы просто не заделаете. Но зато после фацелию вы потом сможете смело посеяв весной, осенью, в сентябре посолить озимый чеснок и иметь прекрасные результаты. Можно посолить, конечно, и озимый лук. Луковицы будут очень хорошие, будут чистые от болезней, от вредителей. Так что возьмите на заметку. Фацелия – это наше спасение среди разных седиратов. Тем более, повторяюсь, что она не привлекает никаких болезней, никаких вредителей. Это поистине санитар для наших участков. Поэтому смело его используйте и получайте хорошие результаты. Если вам понравился наш ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши магазины. До свидания.